Приветствую вас бурундуки в Тинитополе. С вами Федорович. Это вторая часть видео, в которой мы продолжим впадать в ностальгию истинных ценителей фильмов про драчки и вспомним менее известных мастеров кунг-фу и единоборств, но не менее мастеровитых. А первую часть вы можете посмотреть в описании. Сейчас ютубом творится что-то очень неладное и мои подписчики не получают уведомления о новых видео, поэтому прошу вас сделать маленькую махинацию. Отпишитесь от канала, а затем сразу подпишитесь и нажмите колокольчик. Благодарю. Скотт Эткинс. Всем более известен под именем Юрия Бойко. Кумиром Скотта является Ван Дамм, благодаря которому он с 10 лет начал заниматься боевыми искусствами, среди которых были дзюдо, тэквондо и кикбоксинг. Он снялся в более чем 50 фильмах, но главной его ролью была серия фильмов «Неоспоримый». Винсент Джао. Китайский мастер кунг-фу, который начал заниматься ушу с 8 лет и был принят поочередно в интернаты, спецшколы и академии ушу, выигрывая множество турниров и чемпионатов. Он снимался во многих фильмах про кунг-фу с такими знаменитостями, как Джеки Чан и Джет Ли, но, конечно, их славы не достиг. Самым успешным его фильмом стал «Однажды в Китае». Ян Гли Хванг – южнокорейский киноактер. В истории гонконгского кинематографа считается одним из самых опасных мастеров, работающих ногами. С 14 лет начал заниматься тэквондо и достиг седьмого дана, после чего с 1965 года стал инструктором по рукопажному бою в южнокорейской, а затем южновьетнамской армии. С 1976 года начинает сниматься в фильмах про кунг-фу в Гонконге, играя во всех своих ролях главного злодея мастера кунг-фу. Самые успешные фильмы «Змея в тени орла» с Джеки Чаном и «Пьяный мастер». Дзя Хуэй Лю – настоящий старый мастер кунг-фу, который с детства занимался традиционными направлениями кунг-фу у мастеров, прогуливая школу. Он не участвовал в спортивных соревнованиях, а практиковал закрытые стили. Он снялся во многих фильмах именно про мастеров шаолинь. Самым известным и моим любимым был «36 ступеней шаолиня», а также именно он сыграл легендарного Пэй Мэя в фильмах «Убить Билла». Джи Хан Че – южнокорейский мастер хапкидо, один из самых высокопоставленных инструкторов хапкидо в мире и основатель Син Му Хапкидо. Будучи реальным практикующим мастером по сей день, он успел в молодости сыграть в четырех фильмах, в том числе в «Игре смерти» с Брюсом Ли. Дэвид Чианг родился в Суджоу. Его родители были популярными кинозвездами, поэтому Дэвид попал на экраны уже в 4 года. Он с детства занимался ушу, акробатикой и танцами, но благодаря родителям имел большой актерский дар. Он получил звание лучший актер за главную роль в фильме «Месть». Также снимался в фильмах вместе с Джеки Чаном. Стивен Чоу – гонконгский актер, который в детстве вдохновился примером Брюса Мли и начал заниматься единоборствами, чтобы в дальнейшем стать актером. Но у Стивена был свой путь – более комедийного актера. Он и Джеки Чан в 90-е были самыми кассовыми актерами Азии. Но весь мир узнал о Чоу только после его мировых фильмов «Шаолинский футбол» и «Разборки в стиле кунг-фу», которые должен посмотреть каждый. Роберт Уолл – американский актер боевых искусств, который изучал окинавское карате. Имеет черный пояс девятого дана по танк-судо и черный пояс восьмого дана по кью-кушин-будакай. Наиболее известен своими фильмами с Брюсом Ли «Выход дракона» и «Путь дракона». Также снялся в фильме «Крови кости». Анджела Мао родилась в семье артистов пекинской оперы на Тайване. Поэтому с детства занималась боевыми искусствами, акробатикой и танцами, достигнув хапкидо черного пояса. Мао снялась более чем в 30 фильмах про единоборство. Но самым известным, конечно же, был фильм «Выход дракона» с Брюсом Ли. Юань Бяо в 6 лет переехал в Гонконг, где начал изучать боевые искусства и ходить в театральную школу, изучая акробатику. Их хореографию считается одним из семи самых популярных актеров Китая. Снялся более чем в 100 фильмах про единоборство. Очень много снимался совместно с Жеки Чаном и Сама Хуном. Одни из популярных фильмов «Ипман. Рождение легенды» и «Операция Феникс». Фан Сювонг родился в бедной семье, отчего в 14 лет отец отправил его в интернат Ху Джоу, где он изучал акробатику и ушу. Затем в 18 фан перебрался в Гонконг, где начал свою актерскую карьеру и снялся в более чем 50 фильмах про кунг-фу и единоборство. Самые популярные фильмы «Ипман 2». Джан Зеи родилась в семье бухгалтера, но с 11 лет увлекалась хореографией и кунг-фу, выиграв пару чемпионатов. После чего поступила в престижную в Китае центральную академию драмы, где и начала пробовать свои силы в кино. Всемирную славу получила после фильма «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон». Ло Ман – ветеран боевых искусств, который является настоящим мастером Тай Цзи Цюань, который более 13 лет практиковал школу Южного Богомола, прежде чем начать актерскую карьеру. Наиболее известный своими фильмами про Шаолинь, такими как «Храм Шаолиня» и «Два чемпиона Шаолиня», но также Ло сыграл во всех частях «Ипмана». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, кого из этих мастеров вы помните по фильмам. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки «Подписаться», увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Переходи по ссылке в описании и забирай бесплатные видеокурсы по технике ударов, самообороне на улице, эффективной работе на мешках и лапах, физподготовке и увеличении силы удара, растяжке. А также вступай в закрытый клуб, где уже есть 50 готовых, пошагово расписанных тренировок. Или пройди онлайн-курс, чтобы эффективно тренироваться даже в домашних условиях. Настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Мога же держит! Разглавь! Переваживайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь! Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! 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 Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok